Когда к нам приходят родители и приводят детей с избыточной массой тела и ожирения, первое, с чего начинается диалог, это, конечно же, установление тех причин, которые поспособствовали этой ситуации. Потому что в большинстве своем ожирение это все-таки сложное заболевание, многофакторное. Да, безусловно, есть вклад генетический, но этих генов так много, и в большинстве, если мы говорим об обычном ожирении, вклад каждого из них не настолько значителен, как бы хотелось тем родителям, которые приходят с этим вопросом, что во всем виноваты гены. Да, есть определенная предрасположенность, но все современные исследования показали, что реализация этой генетической предрасположенности на 99% зависит от того образа жизни, который ведет семья и этот ребенок, воспитывающийся в этой семье. Поэтому самое главное, с чего, наверное, начинается диалог, это выяснение причин. И второе, ни в коем случае не отпугнуть. К сожалению, тенденция нашего современного общества такова, что очень мало родителей обращаются к детским эндокринологам именно с проблемой избыточной массы тела. К сожалению, чаще мы видим на наших приемах деток уже с очень выраженным ожирением. И вот эти 5, 6, а иногда 7 лет, когда еще была небольшая степень ожирения, когда только-только была избыточная масса тела, то есть то, что можно поправить на уровне простых диетических рекомендаций, расширение физической нагрузки, вообще понять, почему это так произошло. Переехали в другой город, увеличилась нагрузка в школе, ребенок бросил спортивную секцию, в которую ранее ходил, перестроились в силу каких-то других обстоятельств, перевычки в семье. Вот именно то золотое время и то золотое окно, когда ребенок может с наименьшими усилиями выйти на правильную траекторию здорового развития, она бывает упущена. И, к сожалению, зачастую мы видим именно на первый прием, это 100-150 килограммов, и уже осложненные формы ожирения. Вот только с этим родители приходят, что вот мы что-то делали, у нас не получилось, что нам делать дальше. Конечно же, в любом случае мы радуемся, что они пришли, и мы, конечно же, всегда стараемся помогать и помогаем, но вот в этих условиях, конечно же, требуется прилагать уже больше усилий и требуется уже междисциплинарная команда, потому что ожирение – это на самом деле серьезное хроническое заболевание, которое требует очень взрослых решений. Если ребенок имеет избыточную массу тела в начальной школе или в детском саду и худеет к возрасту, например, 12-13 лет, в норме так и должно быть, потому что период начала полового развития, он как раз-таки должен стимулировать двигательную активность, у мальчиков повышается уровень тестостерона, прибавляются жизненные силы, у девочек появляется желание нравиться мальчикам. А вот в этой ситуации, если от избыточной массы тела мы пришли к норме в подростковом возрасте, то, как правило, дальнейший прогноз таких деток по метаболическому здоровью, он хороший. Но в большинстве случаев бывает обратная ситуация, когда избыточная масса тела, начавшись в возрасте 4-5-6 лет, наоборот, усиливается, прогрессирует, и ребенок как раз к возрасту пубертата, так называемого, в 10-11-12 лет приходит с диагнозом ожирение. И вот здесь самое большое опасное заблуждение нашего общества и, в первую очередь, нашей семьи, о том, что именно пубертат будет тем самым золотым периодом, когда ребенок сам по себе вырастет и похудеет. К сожалению, этого не произойдет. Именно в пубертате в силу физиологических особенностей детского организма снижается уровень основного обмена. Организм начинает экономить энергию для того, чтобы дать тот самый линейный скачок. То есть ребенок в норме, привыкший к определенному даже питанию, к образу жизни, в период пубертата, наоборот, немножечко начинает тратить меньше энергии, чем он тратил до этого. И если ребенок до этого имел избыточную массу тела, то здесь как раз-таки он легко и просто может развить ожирение. Если он до этого, соответственно, пришел с диагнозом ожирение, то в 99% случаев оно только увеличится, а никак не уменьшится. Поэтому сидеть и ждать самостоятельного разрешения проблемы избыточного веса именно в подростковом периоде однозначно не стоит. Это всегда повод обратиться к врачу. Все дети и их родители, когда они приходят с проблемой лишнего веса к нам на прием, они, конечно же, все разные. И именно задача врача найти ключевую точку, начало работы, за которую уже можно вытащить все проблемы этого ребенка или весь клубок семейных проблем, который поспособствовал в том числе и развитию избыточной массы тела. Для кого-то это будет строгим голосом сказано, что ты должен ложиться спать ровно в 22 часа. И есть на самом деле дети такие режимные, просто они долгое время не жили по режиму, но они будут радостно вернуться и жить в этом режиме. Для других детей они настолько переживают свою проблему лишнего веса, что сам приход к врачу – это максимум тех возможностей, которые он смог сделать. И в этой ситуации любая строгая нотка в голосе врача будет иметь совершенно обратный эффект. И этот ребенок никогда не раскроется и никогда больше не придет к врачу. Поэтому таким деткам, наоборот, нужно сказать, что ты молодец, что ты пришел. Мы с тобой вместе разберем, почему так случилось, что произошло и как можно эту проблему порешать. То же самое касается родителей. Для врача главная задача – вовлечь родителей в проблему ребенка и доказать, что вы молодцы, что вы пришли. Вы молодцы, что вы решили озвучить эту проблему. Но врач один за 15, 30 и даже 40 минут приема не в состоянии разобрать всю домашнюю ситуацию, которая у вас происходит. Поэтому доктор-эндокринолог назначит обследование для того, чтобы выявить, что скрывается за этим лишним весом. Если есть необходимо, он обязательно пригласит на помощь врача-психолога, который подскажет, какими способами можно именно мотивировать этого ребенка. А иногда и родителя. Есть такие дети, которые приходят с желанием худеть, но не всегда могут достучаться за своих родителей, чтобы они на самом деле купили им абонемент в спортзал. Или, пожалуйста, папа, чтобы не переносил больше эту колбасу, не складывал на верхнюю полку холодильника и не садился ужинать в 22.30 с той самой колбасой, распространяя волшебный запах по всей квартире. Поэтому на самом деле очень важно найти то, первое, с чем пришла семья и, конечно же, как мы этой семье можем помочь. Но это абсолютно реально. Субтитры создавал DimaTorzok